Друзья, всем привет! На момент выхода этого видеоролика вторник, 14 сентября. И как я обещал несколькими днями ранее, в этом видеоролике я вам подробно по каждому бренду, по самому популярному автобренду в нашей стране, расскажу, как нынче продают новые машины. Все вы прекрасно знаете, что делают дилеры наценки, но тем не менее, это знают далеко не все, как показывает практика. В этом видеоролике я подберу наиболее актуальную информацию на сентябрь-октябрь 2021 года. Напомню, я занимаюсь помощью в покупке новых автомобилей, активно это делаю, общаюсь с разными брендами, с разными менеджерами. На основании этого знаю актуальную информацию, как нынче машины продают, какие стоят планы, какие наценки, что говорит руководство, что говорят заводы. И в этом видеоролике я постараюсь эту полезную информацию для вас кратко донести. В описании к видео по каждому бренду будет отдельный тайм-код, да и вообще по всему ролику в целом. Поэтому смотрите, какая тема наиболее вам интересна, но рекомендую выделить время, даже может быть фоном, послушать всю эту информацию, потому что это будет полезно. Я сперва хочу поделиться с вами несколькими наблюдениями, я себе сделал тезисы. Вот смотрите, за прошедшее лето я получил огромное количество сообщений, звонков с желанием продать очередь на покупку автомобиля. Как вам такое? Вот на самом деле, как говорится, в интересное время живем. Очень часто мне звонят люди, которые поймали онлайн продажи на какой-нибудь из Hyundai, готовы его покупать, ну подходит их очередь, то что уже можно выходить на сделку. Но покупать автомобиль они не хотят, потому что они это сделали специально для того, чтобы очередь перепродать и на этом заработать денег. Естественно, я офигеваю, что ситуация происходит. Многие начинают в текущей ситуации с дефицитом автомобилей пытаться заработать. Некоторые люди точно так же начинают бронировать автомобили из серии Land Cruiser 300, это было еще несколько месяцев назад. Звонили люди, что здрасте, я забронировал машинку, готов ее переуступить, порекомендовали к вам обратиться. При этом народ не понимает, что дилер на момент прихода автомобиля не скажет ему, ну вот раз тебе под заказ по розничной цене, ему точно так же скажут, чувачок, плати сверху лям, два, три, кто как. А при этом и он еще хочет заработать. Вот вы вдумайтесь, да, что происходит на рынке по новым автомобилям. Делюсь с вами наблюдениями. Двигаемся дальше. В инстаграме канала человек поделился своими наблюдениями. Пришел он покупать Hyundai Solaris, он проживает в регионе, его по знакомству свели с директором автосалона. Начал разговаривать и что-то зашел разговор из серии, ну что, действительно такая ситуация на рынке? Он говорит, да, конечно, видишь, машин мало, тебе машину с наценкой продаем. Так при этом в разговоре в устном человек ему говорит, у нас вообще ситуация есть, что нам приходится даже деньги закидывать вперед, наверх, логистам, которые распределяют машины, чтобы нам дали побольше машин. Как вам такое? Вот я на самом деле это озвучиваю с пометкой слухи, но тем не менее, я думаю, что это вполне может быть. Опять же, у многих крупных брендов, нет-нет, да проходят корпоративы, куда приезжают люди, собираются, познакомятся с логистами. Те самые люди, которые в твой салон могут направить на пяток, на десяток, на двадцаточку машин побольше. Тем самым твой салон заработает. Но нужно заплатить. И вот касательно финансовой грамотности, в этом ролике у меня есть реально шикарный спонсор. Рекомендую вам просто выделить две минуты и познакомиться с ним, потому что для многих из нас эта информация может быть полезна. С регулярной периодичностью на нашем канале выходят сюжеты, связанные с финансами, например, про кредиты. А есть такой человек, как Денис Колокольцев и канал Лайфхак с бородой, где он рассказывает непосредственно все про финансы, про кредиты, про карты и как правильно всем этим делом пользоваться. Про его канал я рассказывал еще несколько лет назад, и за это время он существенно вырос. А самое главное, на сегодняшний день там огромное количество видеороликов на тему финансов. Так, например, он делает объективные обзоры на различные карты, где раскладывает все по полочкам, все их плюсы и все их минусы. Так при этом еще поднимает интересные и спорные вопросы. Он оспорил общепринятое мнение о том, как правильно досрочно гасить кредит. Тема очень полезная, поэтому рекомендую отдельно посмотреть этот видеоролик. Еще он поделился своим секретом и рассказал, сколько денег он зарабатывает со своих видеороликов и сколько он зарабатывал на осады. Теперь все те, кто посмотрел эти сюжеты, могут применить это на практике и зарабатывать точно так же. С Денисом мы знакомы относительно давно. И последний раз, когда общались, он говорит, что сейчас активно набирает популярность сюжета на тему, как правильно, самостоятельно и бесплатно исправить свою кредитную историю. В общем, на его канале огромное количество роликов на тему финансов, жизненных финансов, тех самых, которыми мы пользуемся с вами. Карточки, кредиты и так далее. Как этим правильно пользоваться? Переходите бесплатно. Ребята, все смотрите. Активная ссылочка в описании. Подписывайтесь, ведь всегда подписаться успеете. А такие каналы найти тяжело, а они очень полезны для жизни. Канал Лайфхаки с бородой ждут вас в описании. Сделать заказ на автомобиль. И некоторые говорят, что это все хрень, потому что заказав автомобиль, прождешь его, он приедет и тебе навяжут допы. И эти некоторые, в том числе и я. Я вам про это неоднократно рассказывал на протяжении последнего года. Я даже показывал некоторые ситуации, когда люди ждут автомобиль по 3, 4, 5, полгода. Приезжает машина, ему говорят, ой, извините, допы будут. Здесь, друзья, очень тонкая грань. В том плане, что вот эти условия продажи принимает руководитель отдела продаж. Менеджер – это просто пешка, это просто звено между вами и, собственно, руководителем отдела продаж. Его задача вам сделать услугу, предложить автомобиль, законтрактовать вас, чтобы вы были на крючке. Дальше, по факту прихода, он, к сожалению, никакого решения не принимает. Если руководство посчитает, что так, все, никаких скидок, никаких розниц, отдаем там плюс 300, так оно и произойдет. Поэтому здесь, когда вы находите дилера, который вам обещает, что он вам отдаст машину по рознице на момент прихода. Что такое на момент прихода? Вы сегодня заходите и видите, что желаемый вами автомобиль стоит 1 миллион 550 тысяч рублей. Заказав его, через 3-4 месяца цена планово может вырасти. И на момент прихода розничная цена станет 1 миллион 650 тысяч рублей. Вырастет на 100 тысяч. Вот именно по ней вы и купите. Зафиксировать цену на момент заказа нельзя. Никто так делать не будет. Вот здесь очень важно четко договориться с дилером, чтобы он сдержал свое слово. Чтобы они вам подтвердили, дали гарантию, что когда машина приедет, вы ее точно заберете в РРЦ. У меня, например, такие договоренности на сегодняшний день есть буквально с одним дилером Шкода. Который мне дает гарантию, что когда машина придет, они не будут ничего навязывать и машины будут отдавать в РРЦ. Также были договоренности с Маздой одно время, но потом они изменили условия. Сейчас я, например, уже не могу у них заказать машину в РРЦ. Сейчас они мне сразу говорят, плюс 200. По-любому будет плюс 200. Но и то, глядя на рынок, когда машины продаются 300-500, до этого мы еще дойдем, 200 уже кажется выгодным. Поэтому имейте в виду, что бы вам не говорили, как бы вам сладко не пели, знайте, на момент прихода условия реально могут измениться. Ну что, давайте начнем с нашего отечественного производителя, с Лады. Здесь на самом деле ситуация двоякая. С одной стороны, они точно так же, как и все планово, постепенно поднимают ценники на автомобили. Можно встретить дилеров в крупных городах, например, в Москве, которые на популярные востребованные модели и комплектации вам, естественно, будут навешивать допы. Допы здесь, друзья, понятия растяжимые. 100, 200, 300 тысяч, кто как. Здесь все индивидуально, но в целом по стране, вот я посмотрю, иной раз, нет-нет, люди допишут, что в регионе, например, предложили машину по рознице плюс допов на 50-100 тысяч рублей, но это живые реальные допы. То есть какую-то сигнализацию, обработку купить можно, что в целом в отношении других иностранных брендов еще можно кое-как считать выгодным. Но надо ли вам покупать на таких условиях или нет, думайте. Сам факт того, отмечая, что на Ладу, естественно, несмотря на то, что это отечественный производитель, чего-то выгодного, какую-то поддержку ждать не стоит. И уж тем более, если вы проживаете в регионе далеко от Москвы, даже не рассматриваете вариант ехать в Москву. Очень часто это те самые люди, которые заходят в интернет, находят серых дилеров, я про них уже снимал, показывал, которые по телефону обещают сказочные условия. И людям кажется, это же Москва. Я много с кем общаюсь, я всегда стараюсь в Инстаграме отвечать людям. И я вижу, что у многих людей до сих пор остался стереотип, что вот в Москве же выгодно. Так оно было, пока не началась вот эта хрень с ценами, с дефицитом, с пандемией и так далее. Так было раньше. Но сейчас ехать в Москву за покупкой автомобилей с выгодой, вот, например, этот сегмент точно не стоит. Поэтому лучше ищите дома, сто раз перепроверяйте условия кредита, оценку по трейду, но только после этого, когда вы уже все увидели, взвесили, принимайте решение о покупке. Корейцы, Kia и Hyundai. Вот эта тема вообще просто с дымком. Это барбекю, потому что корейцы в нашей стране стали действительно популярны. Как бы мы не спорили о том, что новая Hyundai Creta это убожество, сам факт того, что их модельный ряд очень хорошо разбирается. И что происходит сейчас? Купить абсолютно любой автомобиль по розничной цене или с небольшим допом это нереально. У них сейчас становится все меньше и меньше машин. Об этом мне писали официальные дилеры, что ожидали одно количество машин, им присылают машин гораздо меньше. И так происходит в целом по всей стране. На основании этого планы по продажам только увеличиваются. Увеличится маржинальность. Вот что такое маржинальность? Давайте с вами представим, что вот это какая-то машина, допустим, пусть это будет Kia K5. И вот перед менеджером ставить задачу с нее заработать 400 тысяч рублей. Вот чистую прибыль сделать. Как это работает? Вот, например, на самом кузове данной комплектации, продав ее по розничной цене, он уже получает 100 тысяч рублей. А ему еще нужно заработать 300 тысяч рублей. И здесь начинаются различные вариации. Первое. Он может вам в лоб сказать, давай мы тебе пробьем тонировочку за 300, вешаем тебе ее, и ты уезжаешь, и все довольны. Далее. Стоят также планы. Кредит надо оформлять, трейды нужно делать. Кредит это хорошо, потому что это сразу каска, допы какие-то пробивать. И вот здесь менеджеры начинают где-то на трейды не заработали, что-то заработали с кредита путем того, что включили доп.услуги. Соответственно, будут зарабатывать денег. Это вам как бы напоминаю, но сейчас это будет повсеместно. Прийти просто купить машину за наличку, порой забудьте, друзья, просто забудьте. Соответственно, абсолютно на все автомобили сейчас будут допы. Допы в среднем это, вот начиная с Kia, там, Rio, это 150-200 и пошел выше. На K5 это может быть 250-300. На какие-то такие модели, типа, Carnaval 700, миллион. Там просто космические допы. Человек пишет, говорит, хочу Carnaval купить. Я говорю, а смысл его искать? Там бешеный доп. Он говорит, ну да, всех обзвонил, самое выгодное, что я нашел, плюс 600 тысяч рублей. Это было совсем недавно. Поэтому с корейцами, мало того, что машин мало, да, вот вы захотите купить. Есть люди, которые согласны, согласны, ребята, отдавать полмиллиона сверху, но нет машины. И они бегают, ждут. Поэтому с корейцами, можно сказать, там, сентябрь-октябрь, те, кто не нашел машину, забудьте, просто расслабьтесь. Просто расслабьтесь и поймите, что в сентябре-октябре корейца у вас не будет. Я кричу об этом, что будут бешеные наценки. Мне, вот лично мне поступает огромное количество заявок на поиск корейцев. Hyundai и Kia, это прям вообще топ, вот самые частые, да, вот прям это вот именно эти модели различные. Когда говоришь людям, многим, что скидок на них нету, нет розничной цены, есть наценка, я вам уже об этом рассказывал. Многие с этим спорить начинают, многие в это не верят, потому что они заходили, им обещали. Мне менеджеры некоторые, я, к сожалению, вот эти переписки выложить не могу, но они просто сами смеются с глупости людей, когда человек приходит, вот ему пишут в кредитных расчетах, что машина стоит 3 миллиона рублей, якобы со скидкой. То есть реально розница, например, там 3 300, а ему говорят, 3 миллиона она будет стоить. И он выйдет 3 ляма, он уже, вау, 300 тысяч скидка. А ниже следующим столбцом, да, наполнение кредита, там 400 тысяч страховок. То бишь ему продают уже машину только через кредит на 100 тысяч больше. А у него еще трейд-ин, а ему еще отдельно предлагают купить по себестоимости до оборудования. В общем, менеджеры сами смеются с людьми от того, что они не понимают. Ну просто финансово неграмотные люди, хотя покупают далеко не дешевые автомобили, дорогие машины. То есть где-то деньги заработали, но тем не менее, как мы с вами верно заметили, в кредит все же легче покупать. Потому что вроде как платеж устроил, ставочка устроила и все. В общем, корейцы сейчас в полной жен и говорят о том, что жопа будет становиться все больше и больше. Я буду идти в разнобой Toyota. Вот это вообще отдельная история. Знаете, вот честно вам скажу, если вам подобный формат нравится, когда сидишь на кухне, что вот чайку только не хватает, а чайку нету. Я бы вам столько истории мог рассказывать, как говорится, из-под ножа. Бывают, происходят такие вещи, что хочется поставить камеру и вот на эмоциях по-резковому записать там 10-15 минут, но там просто можно офигевать. Я иной раз сам сижу, сам себе пересказываю и сам с этого угораю, потому что ну, жесть. Хотите, можно попробовать 2-3 ролика, пойдет, будем делать, не пойдет, не будем делать. Суть. Специально позвонил одному из менеджеров, с кем работаю, у него сетка, там 6 салонов. Я говорю, как сейчас по Москве, как сейчас? Он говорит, да вообще, просто дичь, что происходит. Вот говорит, Camry 3.5, там самые топовые комплектации, там GS Sport что ли есть. Приходят люди, говорят, хочу купить за наличку. Он уходит согласовывать, ему говорят, плюс 500 тысяч рублей. Он возвращается, клиент это говорит, согласен, тащи счет, я буду оплачивать. Он уходит к руководителю, мол, он согласен, просит счет, ну что, делаем? Тот говорит, 650. Тут же, вот представьте, рынок просто 650. Он возвращается тут, да что за фигня, согласен. Уходит к руководителю, руководитель говорит, я вам серьезно, я вам просто пересказываю диалог. Вот вчерашний руководитель ему говорит тоже, давай, значит, надо посадить на кредит. То есть, как-то крутануть через кредит и, например, через трейд-ин с обратным выкупом. Что такое трейд-ин с обратным выкупом? Кто не знает, можете вон в интернет забить, два клика, все узнаете. После этого человек говорит, нет, это уже перебор уходит. Но факт в том, что купить Тойоту там с наценкой 500-600 тысяч, люди согласны. Пишут различные люди, кто занимается также перепродажей автомобилей с регионов. Они готовы огромными партиями закупать Тойоты с наценкой 200-300 тысяч. Если такую цену будут давать просто за воздух, за воздух. Они готовы их покупать, потому что они знают, кому их продавать с большей наценкой. Соответственно, с этого будут зарабатывать. Вы вдумайтесь, казалось бы, цены на автомобили растут. Там бешеные каски на эти Тойоты. Там потенциальный риск угона. И тем не менее, качество хромает. Все жалуются постоянно, что Тойота уже не та. При этом, просто караул. RAV4, та же самая история. Land Cruiser 300, совсем недавно, да, вот мы снимали сюжет. Кстати, есть что рассказать, там очень интересная история, чем это все дело закончилось. Машина уехала, там был пипец. Вот это как раз то, что, как говорится, из-под ножа было бы неплохо вам поведать. Когда мы ее забирали, говорят, ну вот, машину произвели, подвозят, подвозят. Сейчас опять какие-то у них там проблемы. Что-то, говорят, на заводе нажали на стоп. В итоге сейчас опять с крузаками будет дефицит. Опять будут цены расти. Хотя наценки в 2-3 миллиона начали падать. Некоторые уже предлагали их купить с наценкой 700-1 миллион рублей. Что считалось как бы уже доступно. Поэтому такие модели, как Camry, RAV4, просто забудьте, друзья. Даже не пытайтесь искать их на выгодных условиях. Если вы хотите купить эту машину, поверьте мне на слово, вы будете искать, где ниже наценка. Вот где ниже, там, допустим, 150 тысяч, если вам повезет, вы уже будете счастливы. Потому что в целом сейчас рынок просто бешеный. И официально на сентябрь-октябрь он будет становиться еще хуже, чем был ранее. Mazda. Есть дилер, с которым я плотно работаю. Да я, в принципе, со всеми дилерами Mazda плотно работаю. Но вот был один, с кем мы летом еще договаривались на покупку автомобилей в РРЦ. Вот буквально сейчас, там, на октябрь, по ставке сдвинулись, должно прийти несколько автомобилей, которые мы должны забрать в РРЦ. Но сейчас, например, если заказать у них же машину, скажут плюс 200 к цене по-любому. В среднем спрашиваю, как продаете. Если идет Mazda 6, там, в каких-то базовых комплектациях, плюс 300 тысяч рублей. CX-5, плюс 300 тысяч рублей. CX-9, плюс 500 тысяч рублей. А из наличия, когда вы придете и найдете машину у кого-то в салоне, что будет действительно редкость, но найти можно. Такие машины, как правило, укомплектовываются полмиллиона и может быть больше. Вы можете найти тачку, которая будет стоять 700 тысяч рублей, миллион. Совсем недавно в Instagram, в Stories я выкладывал, что, например, Рено, цена которого миллион пятьдесят, предлагают купить в салоне за 2 миллиона рублей. То есть наценка лям. И здесь возникает у людей вопрос, а кто вообще купит эти машины? Ну это же реально бред, ну это же тупо перебор такую делать наценку. Значит, я вам рассказываю, есть группа лиц, которая хочет купить здесь сейчас. Вот бывают такие, у которых загорелось, и они поперли искать машину. Они везде звонят, машин нету. И тут они заходят в салон, где говорят, да, машина есть, но ее можно купить в кредит. Вот этот ценник, да, с большой наценкой, он страшный. Но когда вас менеджер и кредитный отдел начнут обрабатывать, вам в расчетах сделают так, что вам могут кредит разбить, например, на 7 лет. Вам могут сделать хороший первоначальный взнос. Не сказать, какую сумму вы берете в кредит и дать вам платеж, который потенциально вас может устроить. И сказать вам, что если вы закроете быстрее, то вы сильно сэкономите. Вот берите кредит, хотя закрыв его завтра, вы вот эту вот наценку точно так же закрываете завтра. Поэтому есть люди, которые на это клюют. Их я бы не сказал, что их там так полно. Но как показывает практика, как сами же менеджеры рассказывают, берет народ. Соответственно, если бы не брал, такого бы не было. Ну и зачастую, когда машин мало, вешают из серии вот эти ценники на дурака. Поэтому с Маздой чего-то выгодного нету. Машин очень мало. Из наличия это будет бешеный просто доп. И сейчас они машины продают из поставок. Вот что еще только производится, что появилось там в списках, что можно предлагать. Уже эти машины сметают. Также напомню, что у меня есть для инстаграм-канала. Значит, в первом закрепленном комментарии в описании я оставляю активную ссылку. Просто сейчас берите телефон, переходите, тыкаете на нее. Сразу в мобильном приложении откроется страница. Нажимаете подписаться. Там есть сторисы, куда я с регулярной периодичностью выкладываю какие-то различные варианты. Есть реально выгодные предложения. Такие, что вполне возможно кто-то из вас захочет купить. Можете не покупать абсолютно автомобиль. Просто смотреть, понимать, что плюс-минус сегодня происходит на рынке. Поймите, отписаться вы всегда успеете. Также в инстаграм я выкладываю свежие новости. Когда мы что-то планируем снимать, делаю различные полезные посты, где вы можете высказать ваше мнение, дать ваши советы. В общем, вещь полезная. Без лишних слов, просто подписывайтесь. Лишним не будет. Ниссан, люби его сам. Вот с одной стороны, можно подумать, что невостребованная марка, вариатор не все любят. А с другой стороны, актуальная информация. Кашкай и X-Trail в популярных комплектациях, вот есть у них комплектации, которые прям действительно хорошо расходятся, они все хорошо проданы. И все, что будет подходить, это все, естественно, продается с допом. Комплектации не очень востребованные, тоже будут продаваться с допом. Эта наценка примерно 150-300 тысяч рублей. Объясню, в Москве можно найти один и тот же автомобиль, у одного дилера будет наценка 150-к, и там будут какие-то допы. И можно найти точно такую же машину у другого, и там будет 300-400 тысяч рублей. Это рынок, здесь все торгуют по-разному, кто как может. Соответственно, на Ниссаны, на которые раньше скидки были 150-200 тысяч, но действительно можно было получить такую хорошую скидочку, честную, просто за наличку, точно так же на оценку. И, соответственно, машины в популярных комплектациях разбираются тоже еще и с поставок. Поэтому вот менеджер также пишет, что машин мало, хрен знает, что будем продавать. Поэтому я говорю, происходит караул. Караул. Шкода. Естественно, на оценки, никаких скидок нет, забудьте. Рапид. В среднем на оценка, в среднем 100-200 тысяч. Это где как. Можно найти хитрости, например, где были на оценке 70 тысяч, но у них в сентябре было официально подорожание. Поэтому, в общем, там будет такой перелив. Не буду вас долго грузить вот этой информацией. Факт в том, что в среднем на оценка 100 тысяч рублей и выше. Если вы находите автомобиль, где розница совпадает, и на оценка меньше 100, это, в принципе, будет считаться хорошим предложением. Октавии. Я думаю, вы все слышали истории, что, ого, Октавия с на оценкой 500 тысяч, миллион. Это вот та самая история, когда машина стоит в шоуруме, и она сделана, условно, на дурака. В среднем Октавию можно купить с наценкой 250-400 тысяч рублей. Безусловно, это бешеные деньги для Октавии. Но, тем не менее, вот как есть, рассказываю. На короке такая же наценка, ну, там даже поменьше можно найти, например, корок, с передним приводом на оценка будет 120-140 тысяч рублей. А в среднем по рынку это будет 1200-250. Кодиаке сейчас это вообще там, скажем так, роскошь. Все то, что вылетает из наличия в хороших комплектациях, вот периодически менеджер присылает, говорит, 300 тысяч в наличии. Он мне прям большими буквами пишет, в наличии, плюс 300 тысяч. Я думаю, офигеть, я спрашиваю, и что, это типа выгода? Он говорит, конечно, ты что, эта машина улетит сегодня. И реально, я ее, например, не выкладываю в Инстаграм, а они ее продают за один день. Потому что, как он говорит, их по 500 тысяч плюсом кидают, и машина уходит. Единственное, у Шкоды, кого можно купить со скидкой, это супер. Пожалуйста. Ну, я также подчеркиваю, если вдруг кто-то из вас заинтересуется Шкодой и хочет ее под заказ, ориентировочно ждать 3-4 месяца, это если завод не начнет косячить. Потому что дилер со своей стороны, и я, мы там сделаем все оперативно, примем заказ, все поможем, чтобы это быстро все ушло. Но, как завод, это работает вопрос. Но, в целом, надеемся, что 3-4 месяца. Вот сейчас, в октябре, по идее, будет приход автомобилей, которые мы заказывали в июле. Ну, октябрь, край ноябрь. И уже люди будут машину забирать. Поэтому со Шкодой ситуация не лучше. Вольсваген. Далеко отходить не будем. В принципе, вся та же самая история, что и у Шкоды. Все тачки абсолютно с наценкой. Многие смеются с Тигуанов Эрлайн, которые 1.4. Мол, там, допустим, машина может в комплектации стоить 2.700, и на нее еще наценка 200-300 тысяч. А вот там 3 миллиона, Эрлайн 1.4. Друзья, Эрлайн, который на 220 силах торгует, люди выкладывают 4, 4.100. Там вообще бешеные наценки. Поэтому сегодня купить Тигуан Поло выгодно. Просто забудьте. Китайцы. Вот делюсь наблюдениями. С каждым месяцем запросов на китайцев становится все больше и больше. Конечно же, первые места это Хавал, Джили и Черри. Вот они прям троем, вот постоянно на них спрос идет. И на них точно так же делают наценки, соответственно, купить его в розницу. Периодически люди пишут. Тут даже важная информация. Смотрите, все те, кто пишут, что, а я вот купил в розницу. Вопрос, а когда ты купил машину в розницу? Если это было в июне, в июле, поймите правильно, сентябрь и июнь, июль, это разные месяца. Это уже действительно будут отличия. Если сейчас в сентябре, вот недавно, за наличку ты пришел, отдал, это просто, я тебе просто аплодирую стоя. Пойми правильно, это тебе прям повезло. В целом сейчас абсолютно все машины везде делают наценки, на китайцев в том числе. Но на китайцев нет таких наценок, по крайней мере, я не встречал, чтобы там было 300-400 тысяч. В среднем это 100-150 тысяч, но это будет на реальные допы. Поэтому у них еще плюс-минус по рынку, вот, как говорится, средняя температура по палате, вот у них еще нормально. Но, тем не менее, точно так же и плановые поднятия идут, и допы навешивают, и народ с большим удовольствием эти машины разбирает. Несмотря на то, что можно в комментариях читать, что китайцы говно, машины хреновые, неинтересные, хотят люди их купить. И вот, казалось бы, можно весь ролик говорить, как все плохо, но, тем не менее, есть немецкая тройка, и вот у них, ребята, есть скидки, есть живые скидки, но есть модели очень ликвидные, на которых в лучшем случае будет розничная цена, и в худшем случае на них будут делать тоже бешеные наценки. Давайте пройдемся по BMW. Значит, здесь даже просто с точки зрения самой рекламы скажу, парни, все те, кто хотят купить BMW, особенно люди с региона, смело обращайтесь, будем делать. Очень частый вопрос у людей, ну вот, допустим, хочу я себе тройку купить, или вот ты хочешь купить пятерку, X5, там, я не знаю, там, X1, ну, любую абсолютную версию, какая будет цена. Вот для того, чтобы понять, да, какая будет реально цена, что нужно сделать? Во-первых, нужно машину найти. Есть версии популярные, которых полно. Им, кстати, BMW машины подводят в плане, там, сентябрь-октябрь, у них идут хорошие поставки, один из дилеров мне сказал, что у них там на конец сентября, начало октября ожидается плюс 800 автомобилей на их дилерскую сеть, а это много, это на Москву или они, вот, вот, вроде на Москву. В общем, машины везут в большом количестве, будет из чего выбрать. Точно так же сейчас были там распродажи X3, в силу того, что там рестайлинг идет, X3, X4. Факт. Надо всех обзванивать, искать машину, дальше уже считать, потому что везде все по-разному. Где-то вам в лоб готовы дать хорошую цену, и просто действительно можно офигеть. А где-то вас, естественно, будут вам говорить, что, ну, скидка 50 тысяч, и все, не больше. У многих людей всегда возникает вопрос, а почему, например, когда речь идет про немцев, вот, например, на BMW, можно увидеть скидку 500 тысяч рублей, 700 тысяч рублей, когда везде по рынку идут бешеные наценки? Во-первых, напомню, что на некоторые модели, некоторое время назад, была просто розничная цена. Были наценки. Точно так же вот X6, X5, в популярных комплектациях с трехлитровым дизельным мотором, машины продавались наценкой. И у них ценник растет не так, как у Skoda, там, Rapid, плюс 35 тысяч рублей. Я вам рассказывал, что было так, что плюс 100, плюс 100, плюс 100 тысяч рублей каждый месяц. А на четвертый месяц плюс 600 тысяч рублей. Это официальная информация, я не выдумываю, вы все это можете перепроверить. Соответственно, у автомобиля огромная маржа. Продав автомобиль по рознице, дилерский центр действительно зарабатывает очень много денег. Отсюда планы постоянно меняются. И когда-то на некоторые автомобили можно делать действительно большие скидки. Это честные скидки. Но самое главное, не забывай, что машины точно так же очень сильно выросли в цене. Иногда люди говорят, блин, ну 500 тысяч круто. Ну круто по сравнению с сегодняшним днем. Но если мы там копнем назад, что может быть неправильно делать. Год назад эта машина и без скидок стоила на миллион дешевле, чем розничная цена со скидкой сегодня. Чем вы поняли, чем со скидкой сегодня. Поэтому с Бэхами еще плюс-минус найти машину можно. Поэтому есть смысл искать. Та же самая история с Ауди. Нет-нет, но у них действительно тоже вылетают хорошие предложения. Периодически вылетают какие-то редкие машины, востребованные по комплектации. Например, Q7, Q8. Тачки действительно хорошо продаются. Когда она в хорошей комплектации, она отлетает. То есть здесь сам факт того, что можно найти машину подешевле, но она будет попроще комплектации. Она нафиг никому не нужна. А вот жирные комплектухи, заряженные, в которых есть все, они улетают вот так. Ну, само собой разумеется, машины дорогие, люди покупают богатые, поэтому никто не захочет какую-то себе простенькую версию. Ну вот, например, А3, А4. Со скидкой забрать можно, поэтому смысл есть искать их. С Мерседесами, вот, более такие бюджетные автомобили, там проблема в том, что их просто мало. А те автомобили, которые есть, они, как правило, ну, везде скидку получить можно будет. За исключением каких-то там геликов, S-классов, там отдельная история, но по ним, собственно, запросов-то и не бывает. Ну, лично у меня. Вот. Но что-нибудь найти можно. Самая такая, я так заметил, хреновая позиция, которую они готовы сливать, это ГЛЦ. Там действительно можно полмиллиона, миллион скидку увидеть. Я это выкладывал в Инстаграм, все в шоке, но Lexus. Ну, здесь, понятное дело, та же самая история, как с Тойотой. Можно искать машину долго, усердно и нарываться везде на бешеные наценки, но, тем не менее, вот, недавно, например, вылетала Lexus RX с розничной ценой 5 миллионов рублей. Просто чудо! Минус 150 тысяч за наличку. Ну, это реально чудо! Там долгая история, машина от официального дилера, все прозрачно. Чудо! Вот, серьезно говорю, одна единственная машина. В остальном, естественно, даже смысла нет на него время тратить. Машин мало, все продается с бешеным допом. Land Rover. Во-первых, ценник космический. Во-вторых, я уже про это говорил, но напомню, Land Rover менеджеры могут очень сильно хитрить. Они вам могут сказать, что машина в нужной комплектации стоит, например, пусть это будет 7 миллионов рублей, в реале у нее розница 6500. И они вам скажут, мы вам сделаем скидку 400 тысяч рублей. Вы думаете, ого, покупаю со скидкой. На деле вы купите машину с наценкой. Это важно знать, поэтому всегда сверяйте цены. Такое бывает. Менеджеры бывают, дурят людей, то бишь там как-то подмешивают конфигуратор, еще что-то не совпадает по ценам. Поэтому все здесь нужно постоянно перепроверять. Будьте начеку. Далее. Mitsubishi. Друзья, вы просто вдумайтесь. Mitsubishi. Это те тачки, на которых раньше всегда были хорошие скидки. Всегда была хорошая поддержка по трейдин. Там действительно можно было смело сдавать трейдин. Там 200-300 тысяч поддержка была. И плюс-минус могли неплохо машину оценить. Сейчас тачек нет, а все то, что везут, наценка минимум 200к. Ну, я не знаю, может быть, кто-то сделал плюс 150 тысяч рублей. Но сам факт того, что на все модели наценки просто бешено. На редкие машины, там вот Pajero у них бывает, там вообще наценка может быть полмиллиона рублей. На Mitsubishi, друзья. Так при этом они еще в цене выросли, пипец как. Jeep. Jeep Grand Cherokee. Вот этот старый, как говорится, динозавр. Но машина лично мне очень сильно нравится. Вылетали тачки тут в августе со скидками, но сейчас, собственно, машин-то будет все меньше, потому что уже на горизонте новый кузов. Факт в том, что Jeep нет-нет добрали раньше. Сейчас на них спрос вообще. Не знаю, как они сами продают, не продают. Факт в том, что мне кажется, никому нахрен не нужен этот Jeep. Французы. И вот автомобили подобные им. Там, я не знаю, Suzuki. Ну, естественно, японцы. Маленький спрос, друзья. Я вот проще вам скажу. На них скидок не будет. Вот. И очень часто получаю письма с вопросами. А по этой машинке, как по этой, ни хрена выгодного, ничего нет. Вот сейчас из всего, что я смотрю на рынке, есть немцы. Вот с немцами плюс-минус можно как-то торговаться. По всем остальным моделям это везде ты будешь просто-напросто отбиваться от допов и пытаться их тупо просто сбить. Поэтому даже смысла не вижу дальше продолжать. Мы основную массу затронули. Вольво. Та же самая история. Это нужно искать. Машины у них много комплектаций, много пакетов. Как правило, люди звонят, говорят, давай Вольво поищем. Говорю, давай, платите, я буду заниматься. Ну, блин, а как понять, какая цена будет? Говорю, а как можно понять, какая будет цена? То бишь, вот по своей работе поделюсь. Чтобы найти человеку машину, вот он мне дает там список пожеланий. Мне нужно со всеми дилерами связаться. Найти сначала ему машину. Это занимает, во-первых, время. Дальше. Найденная машина. Как правило, начинаются отличия. Там чуть-чуть другой пакет, там чуть-чуть другой цвет. То бишь, уже начинается голосование. Это все занимает время. Человек же занимается своими делами. Все ему накидываешь, накидываешь, он смотрит. Что-то понравилось. Начинаем считать. Как правило, если трейдин, кредит, ну, вы понимаете, это время. Дистанционная оценка его автомобиля. Сделали, прикинули, поторговали, чтобы повыше сделали. Кредит, расчеты. Два-три раза, считаем кредит. Просто пустая ставка, чтобы он мог понимать, что вот не хочет он никаких страховок жизни. Дальше. Если дилер готов из страховки компенсировать, как он сделает? Он может закинуть 300 тысяч в кредит. Я про это рассказывал. Но при этом сделает скидку дополнительно там 270 тысяч рублей. Вы вроде как на 30 тысяч берете больше. Но при этом получаете пониженную ставку. Это может быть выгодно. А может быть такое, что он скажет, ничего, мы тебе скидку никакую дополнительную делать не будем. И тогда это автоматом будет невыгодно. Короче, это все занимает время. И время, деньги, соответственно, проделав весь путь, он потом скажет, а мне вот не устраивает. Ну, не устраивает, так ищи сам. Я ни в коем случае никого там не набиваю себе в клиенты, но при этом бесплатно бегает. Ну, кто бы из вас стал бы бесплатно работать? Я думаю, никто из вас не был бы рад отработать месяц, да, и чтобы потом тебе приходит начальник и говорит, красава, Сань, ну, представляешь, это твоя рука, это начальник. Он тебе, Сань, красава, ну, что-то как-то не очень-то в этом месяце поработал. Обидеть тебя не хочу, ты, конечно, молодец, руку тебе жму. Все, давай, расход. И ты такой, типа, в смысле я плохо поработал? Я все же сделал, все, что нужно было. Ну, Сань, знаешь, давай, пошел. Я думаю, вы были бы недовольны. То же самое здесь. Поэтому историй покупок автомобилей, взаимодействия с людьми, во, есть очень много позитивного опыта, есть там процентов 5-7 негативного. Вот про это тоже можно было бы рассказать, потому что я думаю, вам это было бы интересно послушать. Еще хочу добавить про работу менеджера. Друзья, вот те менеджеры, с которыми я работаю, кто смотрит, передаю вам огромный привет, мне просто повезло. Вот найти по каждому бренду того человека, с кем комфортно, кто шустро отвечает, кто быстро считает, у кого нет понятия, а завтра, послезавтра, нет понятия забыл. Но когда я начинаю искать автомобиль по другим дилерам, где нет знакомого менеджера, очень часто натыкаешься вот на таких. То ли они специально противны, то ли просто люди получают дичайшее удовольствие, знаешь, вот там тебе как-то так скрыто тебе нахамить, надерзить, забыть. Я с одним менеджером 4 дня пытался посчитать машину, человеку, Audi, то он забыл, то он на обеде, то он уже уехал домой. При этом по телефону, когда ты звонишь, он говорит, да-да-да, я сейчас все сделаю. Давай. Проходит 6 часов. 6 часов! Ты ему напоминаешь, ну где там расчеты? А, да, сейчас сделаю. И люди то же самое пишут, что приходя в салоны, могут натыкаться на откровенное хамство, где просто там нахрен могут поставить. Не нравится покупать, до свидания, даже время наше не тратить. Это, конечно, фигово. Ну, есть, честно говоря, люди такие адекватные, с кем приятно работать, понимают, что, ну блин, оценки бешеные, неприятно продать, а что делать? Менеджер, подчеркиваю еще раз, это просто наемный сотрудник. Ему завтра скажут, что там, Александр, мы сегодня машины продаем с бешеными скидками, он будет рад вам звонить и говорить, что сегодня скидки. Завтра ему скажут, плюс миллион на все тачки. Он будет вам говорить, что, ребята, плюс миллион на все тачки. И вот самое удивительное во всей этой ситуации, что цены на новые автомобили растут последние полтора года. Последние полтора года с регулярной периодичностью делают наценки, и местами они только вот растут, 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 растут. И самое, что удивительное, люди продолжают покупать. Вот когда началась эта пандемия, когда вот мы вышли из нее, вот эти локдауны, я созванивался с менеджером, все были в шоке, все боялись, никто не понимал, что будет происходить, как будут машины продавать. Проходит месяц, созваниваешься, слушай, мы план выполнили. И так из месяца в месяц, из месяца в месяц планы выполняют, все уже расслабились, все уже знали, что машина будет продаваться. Они уже могли прогнозировать, кто откажется, что откажется в конце месяца, другому продадим, вот зашедшему в салон. Сам факт того, что продажи идут. И уже сейчас из менеджеров, так понимаю, никто особо-то и не парится, все знают, что ну как покупали, так и будут покупать. Такого, чтобы я получал сейчас сообщения, звонки от тех же самых менеджеров Что Диман, слушай, пипец, у нас просто продажи встали Руководство в шоке, клиентов нет У тебя там как? Нет таких звонков Все довольны Кому не позвонишь, занят на выдаче, занят на выдаче и так далее Я вам действительно рассказываю, как есть Поймите, мне выгодно, выгодно, чтобы везде были скидки, как раньше Я буду работать, у меня будет много работы, я буду зарабатывать денег Но сейчас я тружусь, у меня, слава богу, заказы есть Но тем не менее, просто я в шоке от того, что ситуация меняется Казалось бы, просто в космос, но тем не менее Почему-то пока стагнация какой-то не происходит Как покупали, так и покупают Поэтому здесь мы с вами можем подводить смело черту Что сентябрь-октябрь для нашего рынка, для автомобилей Это самая настоящая жопа, которая за последние 3 месяца Просто-напросто усилилась в квадрате Купить сегодня выгодно машину из всего перечисленного Ну, если только пытаться что-то делать с немецкой тройкой Все остальное вы просто из говна будете пытаться найти Плюс-минус какие-то орешки, сухофрукты Ну, нормально, что-то я имею в виду в плане наценки По-другому никак Если кто-то вам рассказывает, что приезжаете Мы вам сделаем скидку, честную за трейд-ин, за кредит У вас будет шикарное предложение Друзья, поверьте на слово, что вероятность 99% Что вас просто там облапошат Уж тем более, если вы находите сайты Где вам предлагают купить машину новую 20-го года по цене ниже, чем она на вторичке торгуется Это тоже все обман Не забывайте о том, что у вас есть родители Что у вас есть друзья, которые вполне возможно Вынашивают идею покупки нового автомобиля Вам об этом не говорят Для того, чтобы вы пришли домой Они сюрприз, мы купили тачку Зачастую такой сюрприз может быть неприятным событием для семьи Поэтому уточняйте, чтобы все ваши близкие были на контроле И никто никуда не вляпался Подписывайтесь обязательно на канал Потому что дальше я вас буду держать в курсе всех событий Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал Потому что там я выкладываю все свежие новости Подчеркиваю, выкладываю те самые сториз Где вылетает что-то плюс-минус адекватное по рынку Пишите ваше мнение в комментарии До новых встреч, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok